Здравствуйте, дорогие друзья! Я сейчас покажу рецепт, который, как бы там вам сказать, я размышляю. В кожу цыпленка практически ничего не впитывается. И, как правило, весь маринад жидкий, густой или любой, в итоге сваливается с цыпленка. Ну, что я говорю? Давайте покажу. Смотрите, первонаперво нужно обжечь цыпленка горелкой. Жгем горелкой цыпленка. Цыпленка горелкой жжем подмышки обязательно, друзья. Вообще, ходить с волосатыми подмышками, я сейчас про цыпленка, конечно же, не про кого-либо, это мувитон. Нужно засунуть язык прямо вот туда. Значит, как только кожа цыпленка сохраняет, а вот внутри у него нет же кожи, да? И вот эта вот слизистая, она начинает там, знаете, такие вот бактерии, не бактерии. Но иногда бывает даже вот цыпленок свежий, нюхаешь его, а тут там вот, где внутри понюхаешь, и что-то вот не нравится как будто, да? Какой-то вот аромат такой бывает иногда. Поэтому всегда хороший аромат, не очень, и так далее. Всегда туда язык... Когда цыпленок маленький, его лучше всегда разделывать ножницами. Значит, что делаем? Все делаем по классике. Только отходим от основных канонов. Вот смотрите. Я сегодня буду жаркое делать, и оно должно быть с костями для того, чтобы их обгладывать, обсасывать. Поэтому берем и подрезаем ножки вот с этих сторон, так сказать. Оп! Мы ничего на бульон не пускаем. Вот смотрите. С боковины ребра подрезал, под грудкой. Здесь подрезал. У цыпленка очень нежные кости, что я сделал. Теперь обрезаем вот эту часть семенную. Гуску оставляем, потому что гуска это очень вкусная. Вещица. Значит, теперь разрезаю вот тут, прям по позвоночнику. И мы получаем вот такие вот куски. Можно в итоге, да, разрезать и тут все это отправляем в чашечку. И сразу переходим к грудке. Что делаем с грудкой? Прорезаем позвоночник вот сюда, к шее. Раскрываем. Прорезаем вот здесь. Разделка цыпленка заодно. Посмотрите, как бывает. Все должно быть идеально ровненько, чтобы ничего не торчало, никакой крошки не было. Вот этого рубилого ножом. Нужно, чтобы все было аккуратно, понимаете, красиво. Даже если вы режете кости, а не так вот. Я, дорогая, я тебя нарубил. Есть в кровище все, в мясе. Костей потом берем так вот и разрезаем аккуратно грудь. У нас получается крыло с частью грудинки, немножко ребер, да, так сказать, крейка, цыпленка. И кусок, вот это самый сухой кусок будет в итоге. Маринад, соль по вкусу, надо ориентироваться. Здесь нету каких-то рамок и границ, потому что каждый раз цеплят разные. Может быть вы будете делать из курицы, тоже. Будет у вас большая курица, вы ее на такое количество кусков нарежете, что соли придется давать больше, чем я бы написал, например, в рецепте. Да, по вкусу. Паприка. Можно копченую, можно обычную. Копченая, конечно, вкуснее, но у нас здесь главный цвет. Мы от паприки главный цвет забираем. Нам нужно, чтобы кусочки курицы были красивые. Паприки не жалеем. Значит, смесь перцев. Смесь перцев, видите, она крупная. Это очень хорошо для маринада. Посыпаем смесью специй. Ой, перцев. Четыре перца здесь, наверное, или пять. Смотрим. Значит, смотрим перец черный, белый и зеленый. Кориандр и паприка. Вы видите, как совпало паприку с паприкой. Тимьян, чабрец, чабер и иже с ними. Тоже я, значит, пару щепоток добавляю сюда. Тимьян очень хорош. Кстати, этот вариант маринада вы можете использовать и к шашлыку на даче. Кориандр. Кориандр молотый. Значит, пол чайной... Ну, какой здесь, наверное, чайная целая ложка. Прям прилично так. Обязательно чеснок. Вот, смотрите, у меня здесь остатки чеснока, но я думаю, что мне этого будет достаточно. Прям чайную ложку с горкой. Сушеный чеснок дает курице и любому маринаду какой-то, вот, знаете, очень своеобразный специфический привкус. Его-то я и добиваюсь здесь. Поэтому чеснока не жалею. Это добавил, это добавил. О, не добавил мою любимую пряность. Это зира. Зира я беру всегда мелкую черную узбекскую. Я его тут утром стал лок. Давайте попробуем насыпать. Ну, тоже чайная ложка здесь где-то, наверное, чуть меньше даже чайной ложки. Пол чайной ложки. Здравствуйте, дорогая курочка. Сейчас мы вас будем массировать. Все, теперь массируем. Соль есть. Значит, все специи и пряности есть, какие надо. Немножко, немножко масла. Слушайте, ложечку соя еще надо добавить туда. Чайную. Чайную ложечку. А, вот что я еще не добавил. Я добавлял это в свой... Ну, вот, то есть, когда я допер до этого рецепта, я его, конечно же, готовил. Я добавлял еще, знаете, для баланса вкуса, что? Лимонный сок. Сошелся пазл. Чувствую, чего-то не хватает. Кусок лимона отрезаем. Сюда выдавливаем. Оп. Все. Вот это будет бомба-маринад. Значит, можете добавлять сюда все, что угодно. Ну, как вы любите. Когда мы это все... Шлям, 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 шлям. Значит, подмассировали. Тут подмышечки тоже массируем. Здесь везде подмышечки массируем. Они у нас теперь без волос. Все обожженное. Ляшечки массируем. Все это, знаете, курочка как любит. Это цыпленочек такой, значит, молодой, нежный. Такой говорит. Ой, набегался, набегался. Помассируйте мне, пожалуйста. Вот. Вот так и делаем. Значит, смотрите, что происходит. Через какое-то время там, значит, само мясо даст чуть-чуть сока. Пока сейчас соевый соус там стечет. Еще что-то у нас получается так. В тазике остается масло и специи с пряностями, которые хотелось бы, чтобы они присутствовали на курице. Вы начнете жарить, часть сгорит, часть еще чего-то. В общем, в итоге вы в финале получаете не совсем то, чем пробуете, когда маринуете. Давайте оставим буквально минут на 20-30. Пергамент с подносиком тоже нужен. Вы знаете, да? Что я большой любитель все доводить в духовке. На это есть несколько причин. И одна из них самая главная. Если вы будете любой кусок мяса дожаривать до готовности на сковороде, вы получите сухую корку. То есть вот этот вот слой, который постоянно находится под воздействием агрессивной температуры, он увеличивается. Внутри даже у вас все прогреется, все будет хорошо, сочно. Но вот такой слой будет у вас выгоревшего сухого мяса. Поэтому всегда на мощном огне обжариваем, потом немножко доводим в духовке. Да. Сюда льем масло. Причем льем его прилично много. Знаете, такой мини-фритюр. Вот так. Оп. Вот такое количество масла всегда льют обычно повара в ресторанах перед тем, как что-то жарят. Я не знаю, для чего они это делают, но каждый раз где-то я приезжаю консультировать рестораны. Все время бьюсь за то, чтобы столько масла не лили. А тут наоборот, надо столько масла налить. 3-4 миллиметра. Теперь мука. Вот смотрите, мука, казалось бы, простейший ингредиент, который позволяет что сделать? Правильно. Можно привязать весь маринад и все-все-все, что здесь есть, к курице. Понимаете, все засыпаем довольно обильно мукой. И по сути привязываем все специи к курице. Все прилипает, потому что оно в масле. Да. И вот тут начинается самое главное. Ничего не остается в тазике. Все остается на курице. И мука удивительным образом, удивительнейшим, не дает курице гореть. Понимаете? А также, если вы все правильно сделаете и быстро, то вы еще получите массу удовольствия и даже местами хрустящую корочку. От муки не ждите хрустящей корочки. Хотите более хрустящую, скажем, тогда придется добавлять в эту смесь еще и крахмал. Итак, все, мы муку втерли. И что видим? Видите, в тазике ничего не осталось. Все на кусках курицы. Теперь, когда масло нагрелось, значит, начинаем выкладывать курицу или цыпленка, или там еще кого-нибудь, или утенка. Но с уткой другая история. Там же подкожный жир. Мы сейчас про курицу. Со стороны кожи. Начинаем со стороны кожи выкладывать кусочки курицы. Видите, подрумянилось. Переворачиваем, смотрим. О! Значит, вот эти кусочки грудки. Самые торцевые кончики, так сказать. Крылышки. Здесь чуть побольше кусок получился. Еще нужно будет с одной стороны его обжарить. А теперь у нас как раз и понадобится, достаем противень, противешок. И выкладываем туда, правильно, те кусочки, которые уже почти готовы. И которым не надо дальше жариться. Иначе, правильно, иначе все сгорит. Батенька, все сгорит. Вот смотрите, видите, они такие получаются шкварчащие. Нам нужно на сильном-сильном огне все это обжарить. Курочку перекладываем сюда. Крупные части оставляем. Мелкие лапки, бедра сюда. И вот это все чудо природы. Именно природы. Которое мы подкорректировали, так сказать, своими чудесными руками. Отправляем в духовочку. Градусов 180. И, значит, если цыпленок, значит, засекайте 15-17 минут. Ну, то есть до 20. Больше 20 будет сухарь превращаться. Если это куски курицы, ну, постарайтесь их вот так вот такими небольшими сделать. Тогда тоже, но не больше 20 минут. Рукавичку обязательно, чтобы не обжечь руки. Шкварчащую курочку. Достаем. Вот они, крылышки. Вот тут я, конечно, перевернул, потому что у меня кончик самый высокий стал подгорать. Такое тоже за этим следите. Слышите, корка образовалась? Крылышко или ножка, крылышко или ножка или грудка? Ну, давайте бедро. Оно такое всегда больше аппетит вызывает у меня болезнь. Горячее. Бедро очень сочное и прожаристо. Полностью. Корочка хрустит. Все как бы нормально. Не путайте, это не... Здесь не будет стихлянного хруста. Потому что мука собрала в себя все. Сверху становится вкус всего маринада. Все ингредиенты сверху курицы налипли. Значит, а, я переживал за вот эти вот маленькие кусочки... За вот эти вот маленькие кусочки грудки. Давайте. Ну, грудка она и в Африке грудка. Есть любители грудки, эти кусочки им отдадите. Потому что, как правило, любители грудки уже привыкли к тому, что грудка, ну, раз через раз, ну, 50% это точно сухарек. А вот вкуснее, чем голень, вообще не бывает части. Положи. Сок аж брызнул изо рта. Понятно все. Пора заканчивать. А то я тут разглагольствую. Курица заканчивается. В общем, готовьте вкусно. Радуйте своих близких. И не забывайте. Если вы еще не подписаны, подпишитесь. Если вы не хотите подписываться, не подписывайтесь. Ставьте лайк, не ставьте лайк. Если вдруг вы решили лайк не ставить. Или ставьте дизлайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok